всем привет привет всем как катя я мою у нас папа на улице занимается очень важным делом и мы искать и решили что мы тоже без дела заниматься не буду сидеть не будем мы займемся тоже делом да катюнишка мы натопили печь у нас в доме тепло очень мы решили что мы сейчас почистим нашу печечку а то мы как ее тема как я сделаю ее так и не почистили вот такая вот она у нас еще грязная печечка так что мы теперь с катюшкой будем отмывать да катюнь вот один кирпичик мама уже отмыла а катя ее думает чему мы ее плохо помыла да катя у нас сейчас я вот а мамина молодец прям молодец вам я сейчас поставлю я надеюсь удастся мне поставить фотоаппарат чтобы он нас снимал с катюнишкой да катюшечка вот так вот видно нас будет наверное как ты считаешь кать вот так вот то здесь уже так пахнет глиной вот так вот мы наверное будем основать и дать смотри сначала мы ее намочим а смотри она сразу высыхает на катюшка там новогодние песенки а давай я тебе этот рукав там вот подогну и ты капаешь на пол катюш я тебя прошу давайте выжму стой 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 выжму тебя ты ты сильно не можешь выжить а ну капай давай новый год наступает новый год радости по басе на соне пишет письма поздравляю говорить всем и всех с новым годом желаю счастье да и как она там с ошибками напишет и самое главное у него много подарков потому что новый год это что это радость веселье и много подарков не не хочу внести горюча копает на пол не я конечно тоже эти просто сама выжму ну потому что ты когда выжимаешь к ну капает очень потом маме придется еще и полдома отмывать мы отмываем нашу классную печечку печку наша печка нас греет а мы ее отмой смотри кирпичики вы час такие вот чистенькие вот так вот ты прям так высоко отмываешь чете помыть тряпочку там поет этот песенка marie christmas только на русском языке ты знаешь песенку море крисмас споем сегодня мы вместе мы вместе поэтому на русском языке а потом она местом послушаем песенку мама там включила песенки они наверное пойдут я так понимаю все ой здесь кирпич и кусочек откололся откололся видимо папа как-то не аккуратненько его поставил первый этап очистки печи у нас давай выжму тебе тряпочку вот такая вот обычная губочка у нас да вот которой посуду это у кати розовая тряпочка тряпочка в самом начале барал была розовая а сейчас она совсем ушки не розовая а такая уже больше коричневая наверно потому что здесь глина загадишь в сказке идет новый год слышишь там поет песенку что еще ну ты поет пока поверни тряпочку другой стороной мама здесь за фамилия на солюшка школе папа занят важным делом да катю мы же не можем без дела сидеть мы без него почистим печи он придет каждого девчонки молодцы да а то ж не всю папе то все делать мужу вас бедно может уставать так много работать а мы ему помогаем хотя все отмывать это обычно говорят что это женское дело значит мы занимаемся все таки своими делаем что папа мы моем папа помогаем да ну так что мы с тобой договорились ты сегодня спишь на кроватке своей не давай да 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 принесет фея соня катя конфетку если катя будет у себя на кроватке не учусь пойду катя все с мамой и папой с мамой а так мы договорились кстати что она поспит у себя на кроватке сейчас и а фея ей принесет какую вкусняху может даже шоколадку целую да да ты сегодня серьезно по честному надо поспать у себя на кровати а то фея то они все видят да да ну катя сегодня у нас по честному наверно поспит да на кровати а у нас сегодня соня кстати почему когда у сони зуб выпал она под подушку положила и фея денежку принесла соня подожди а у тебя зуб еще не выпал подожди да мама вот так вот легко пруде отмывается нам сказали что так как мы ее не сразу отмыли печку когда сложили будет очень сложно ее отмывать но ничего подобного она отмывается очень хорошо фея тебе ну да пока ничего не дала но сегодня утром принесет тебе скорее всего сегодня уже завтра конфетку да потому что катя что будет делать спать на своей кроватке да и хоть и такая замечательная кого-то там детская постелька у катера подойди детское белье постельное вот так вот у нас получается да тряпочку ты чё еще и надо тебе намочить опять хлопать в ладоши хлопает в ладоши а соня на сегодня останется ночевать у алисы они прошлые раз оставались все девчонки у бабушуры вот у них там веселуха то была бедная баба шура мы уже думали что баба шура нам раньше времени позвонит и скажет заберите девчонок потому что девчонки когда все вместе это это нечто это просто надо видеть вот этот кирпич еще мама почистит ну если ты будешь спать как обещала у себя на кровати то она пролетит даст тебе конфету да но много конфет она же тебе не принесет ты же знаешь да а почему ну как же мы с тобой же говорили что много конфет есть это не очень полезно надо кушать по чуть-чуть конфет потому что у сонюшки там зубки плохие ну наверно я так все таки считаю что зубы это скорее всего наследство конечно по чуть-чуть конечно много не даст у папы зубы плохие и у сони зубы плохие а у меня зубы хорошие ну и у тебя тоже пока хорошие, да а сонюшки мы будем лечим лечим а там дырки все есть и есть наверно соня все таки у нас много конфеток ела да нет мы ели все вместе конфеток много ну да если мой конфет кушать зубы ляда ну чё чистенько становится петличка а вот здесь вот это вот белое это кстати вот этот солевой раствор не раствора налет вот там вначале говорили что если мы его покрасим то может потом вот этот налет выступить намочить конфетный праздник да да а как назвать этот праздник конфетный праздник да чей мой маленький заяц конфетный заяц ага это сегодня такая утром говорит всем зайкам нельзя есть конфеты потому что у них живот заболит а я не зайка мне как можно конфеты может я с тобой поделюсь своими конфетами что баба шура чистая печка до баба шура ее отмола сразу и покрасила в прозрачный лак краску такую и кстати нет этих белых пятен вот этих а у нас есть почему-то наверное что-то неправильно сделали выжать тебя у тебя уже розовая тряпочка твоя вообще не похожа на розовую ну что почистили мы с катей вот эту стеночку вот она у нас теперь чистая вот сейчас покажу пить печку до спереди мы дочистили печь сегодня вместе с сони тоже привет мир кстати привет привет ты говорила много комментариев по поводу печки было непосредственно на видео которое мы выпускали что она готова она была в грязном виде сейчас мы ее частично отмываем то есть лицевая часть и вот которую валя показала боковой девчонки помыли ура молодцы и в комментариях очень часто задавали вопросы что да как какие параметры и вообще классная печь как обогревает какую площадь в общем это обычная шведка трехканальная печь и насколько я знаю трех получать помощь три киловатта обогревает она эту площадь достаточно хорошо для у нас 30 квадрат 30 оптималка это 25 ну 30 это тоже нормально то есть если прохладно на улице один раз мы топим если уже холодно к счастью нет зимы сейчас холодной нам вообще повезло а если будут холода наверно получается два раза до 5 придется ну да еще в чем загвоздки вот мы тоже хотели сразу ее почистить сразу заказа лакировать покрыть там специальным лаком и все короче как у твоей мамы у мамы увольны мамы у нее покрыта лаком и все блестит все красиво ну там взаиме несколько нюансов было нас комментариях как бы спрашивали не не спрашивали они в поле этом опыту по сразу за посоветовали и рекомендовали не покрывать лаком ничем короче не покрывать просто помыть и все и кто-то даже советовал молоком пропитать я так и не понял каким лаком если честно зачем это делать но со временем я понял почему люди сказали что не надо этого делать потому что у нас на некоторых кирпичах появлялись как это называется высыл и вот кстати да мы вот девчонками начали мыть и я так посмотрела что их этих вы слов то и не осталось ну да их нету с этой стороны вот есть но получается вот эти вот 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 это сейчас подожди но здесь вот пятнышки у тебя ты показываешь такого плана пятнышки белое возможно даже это краска но вот она вот такого плана вот вот здесь вот хорошо видны вот по краям вот этого кирпича сейчас вот-вот здесь вот внутри новый ты показываю repeating то вода но мы сейчас помыли они чуть-чуть смылись, но я понимаю, что они потом выйдут обратно, вылезут. Суть в чем? Когда мы вообще в любом случае, когда вы делаете печку первый раз, не первый раз, в любом случае ее несколько раз нужно протапливать. Причем не на максимальной загрузке дров. Чтобы она высохла. Топочной камеры. Чтобы она равномерно подсыхала. И, соответственно, вы потом поймете какой у вас кирпич был, какой у вас раствор глинины был. Потому что высылы как раз таки появляются из-за содержания солей в воде. То есть, либо неправильная технология кирпичей использована была, либо вот много соли в воде. Неправильная глина. Ну, в растворе в самом. То есть, у нас вот прошла неделя, вторая, и вот они со временем начали появляться. Возможно, это то, что я помыл. Потом начали проявляться. Может, у нас вода настолько же это жестко было. Да, возможно, у нас вода такая. Возможно, вот это непосредственно в кирпичах дело было. Потому что не на на всех было. В общем, мы решили, что мы ее красить не будем. Да, блокировать мы ее не будем. То есть, она нам и так нравится. Так прикольно и нормально. Отчистили, потихонечку почистим остальное все. В общем, что касается вот этой вот окраски. То есть, кто переживал, сразу говорю, мы не будем это делать. Да, нам, кстати, совсем недавно и в соцсетях люди нам пишут, общаемся с ними тоже активно. Писал мужчина, что... Ну, говори, говори. Мужчина писал, что... В общем, в соцсетях мужчина писал, что он залакировал свою печь и уже, по-моему, около года прошло, она все равно воняет. Ну, понятное дело, что сейчас на улице зима, и мы ее точно лакировать не будем. Я думаю, что весной, наверное, тоже. Ну, знаете, это как краска, да, белая и по металлу, и по дереву. Есть хорошие производители. Что-то добавляет, к примеру, ацетон по дереву, там, ну, высыхает очень долго и пахнет не очень вкусно, выветривается долго. А есть краски... Ну, блин, вот классные краски, они чуть подороже, и... Ну, не факт, конечно. И высыхают гораздо быстрее, и потом запаха никакого практически нет. То есть, скорее всего, это так же, как и с лаками, по кирпичу, что вот используется лакокрасочное вот покрытие. То есть, мы не стали заморачиваться, ничего такого. Потому что у нас еще плюс вот эта краска. Я думал, она термостойкая. Она может быть и термостойкая, но не выдерживает температуры. И она выгорает потихонечку. И пахло первой вот, когда вот интенсивно начали ее протапливать. Особенно вот с этой стороны. Внутри же тоже я покрасил. Не надо было этого делать. Да, мы, кстати, вот почему вот здесь вот и не докрасили вот эту вот штуку, и вот дверки мы тоже хотели красить. Потому что очень сильно воняло первое время. Мы там печь протопили, но были с открытой дверью. Хорошо, что правда зимы нет. Но мы ее, в общем, весной еще далеко начали топить. Можно я еще, ты запомни, что хотел сказать? Просто я хотела сказать, что когда мы печь показали нашу готовую, нам в комментариях очень много кто писал, что все неправильно вы сделали, и она у вас потрескается и так далее. Я вот хочу поближе показать. У нас вот есть только всего несколько трещин. Это вот вот это вот трещина, наверное, да? Где она? Покажи, я ее не очень. Ну вот где я, наверное, с той стороны, подожди, сейчас пойду. А, вот здесь большая трещина, да? Между крючками. Вот, вот, вот. Вот здесь вот, наверное, будет видно. Сейчас сфокусировать бы. Вот. Вот здесь вот, и с этой стороны она тоже хорошенько, ой, потрескалась. Да даже не потрескалась, вот такая вот щелка, щелка здесь образовалась, щель. И все, вот если смотреть там уже по стенам печи со всех сторон нету щелей у нас. Но я надеюсь, что это так же и будет дальше продолжаться, и она не потрескается. Когда мы ее еще не отмыли и начали протапливать сильно, вот особенно с этих сторон, вот вокруг топочной камеры, пошли трещины. И мы думали, что они глубокие. А на самом деле они были просто поверхностные на растворе сверху. Микротрещины такие. Да, микротрещины, ничего страшного. Ну, если, опять же, технология была нормально соблюдена, все как бы нормально сделано, то риск появления каких-то микротрещин, трещин внутри или дефектов сильных, это вообще отпадает полностью. Вот. А, что я хотел сказать, ты говорила, закладку поставь. В общем, эту мы покрасим все-таки, потому что она не очень красиво смотрится, и летом. весной, летом, чтобы она потихонечку высыхала, высыхала, подсыхала, а потом, может быть, протопим чуть-чуть, когда прохладно будет. Ну, просто вот эти вот края докрасим, да. В общем, какие плюсы и минусы печки? В общем, сейчас, ну, вот, тоже хотели вот шведку классную, то есть, вот, духовым, все, короче, напичкано в ней, но со временем я, допустим, понял, что вот это лишнее. Ну, почему же? Мы еще ни разу, кстати, в ней не готовили, но, возможно... После того, как она начала пахнуть краской невкусно, я просто, как бы, отмел пока это в сторону, сказал, нет, пока я не буду готовить, и пока, пока для меня это лишнее. В общем, вот эта ниша тоже, по сути дела, лишняя, но, как бы, я думал, что вот, ну, вот это сушилка, да, здесь на самом деле сушатся вещи очень хорошо, если... Тема, вот, придумал, да, крючочки, и детские перчатки там висят. Это я повесил, чтобы сюда, к примеру, сделать какие-нибудь полки, ну, нет, не было времени, я вот сделал крючочки, хотя бы просто, чтобы варежки, перчатки высушивать, потому что у нас их очень, ну, много, мокрые. Ну, не бывает, это по-любому у них. Тут сразу, да, перчатки мокрые, поэтому вот эта вот вещь, она очень удобная. Вот эта вот сушилка. Вот эта часть, но, опять же, сушилку можно было сделать меньше, 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 то есть, чуть-чуть сдвинуть, возможно, даже вот сюда вот и сделать, и, то есть, сделать какую-нибудь маленькую нишу на будущее, то есть, если нет необходимости, то можно ее вообще не делать, то есть, сделать сплошняком, и канал пустить, к примеру, вот здесь вот, и чтобы прогревалась она вообще вот больше, намного, чтобы кирпичей больше прогревали. Соответственно, здесь больше будет кирпичей, и все вот такое вот. Эта полка, ну, это не сушилка получается, здесь немножко нагревается кирпич, да, но мы ее используем в основном как полочку для... Растопки. Растопки, вот бумага, вот эта все щепа, возможно, здесь будет лежать. Очень удобно. Тоже щепа, кстати, высыхает? Да, да, высыхает, и все отлично, то есть, сырую даже можно сюда положить аккуратненько так, и все. Что еще? Топочная, топочная все-таки коротковата. У нас она 500 глубиной, то есть, вот если здесь посудить, по варочной, то 500 это вот здесь, то есть, это вот, прям вот в притирочку 500 и закрыть. Больше туда не полезет. Просто я знаю, что печи там и на 700 миллиметров делают. Ну вот у мамы, наверное, на 700 миллиметров, даже не заморачиваясь, так обрубок какой нашел, он нормально пойдет. У нас, к сожалению, приходится вот, ну, у меня глазомер хороший, поэтому я вот, ну, пилю, и потом рублю, нормально, в принципе. То есть, проблема тоже решается, да? Конечно, знаешь, что я скажу. Да, это твоя первая печка сделана на тобой, поэтому все вот плюсы и минусы мы учли, и в следующий раз, когда будем делать, вот как раз таки и сделаем, с учетом того, что... Вот, а так вообще, вот изначально, то, что мы сказали на квадратуру, сразу нужно, загодя, думать о том, что какая будет у вас, где она будет стоять, в каком формате, то есть, квадратно-прямоугольное, там, закругление, смотря где она у вас будет использоваться. Мы ее вставили, исходя из нашей площади, поэтому она вот такая компактная, она метр двадцать, глубину я даже не помню, девятьсот, по-моему. Кошка пришла. Кошка греется, наверное. Девятьсот. В общем, девятьсот, тысяча двадцать, и два метра, вот, без трубы. Вот, две четыреста, получается, она до потолка, и там еще, уже дальше идет труба, труба, ну, трубровод, дымоход. Дымоход. То есть, около пяти метров, пять с половиной, что рекомендуют обычно вот печники, чтобы высота оптимальна была, и плюс там еще будете смотреть насчет конька, это тоже немаловажно. Горит печка, кстати, очень хорошо, тепло держит, да, тоже очень хорошо, нам говорили, что она будет быстро оставать, ничего подобного, утром еще она теплая. Да, кирпич, видишь, Боровичевский, я все-таки, хорошо держит. Я все-таки очень рада, что мы решили сделать вот эту вот варочную поверхность, да, или панель, как она называется, не знаю, вот эту вот. Да, кстати, у нас вот летом спрашивали у людей, а что, вот, вас важно, да, к примеру, выключат свет, а генератор, может быть, приобрести, нам говорили, да я тебя умоляю, летом вообще свет не выключают, ну, мало, максимум, на полчаса выключать. И как назло, нам стали выключать свет. Ну, это не часа, два раза было. Не по часу, не по два, но все равно на один, на час, ой, на час, на целый день, почти на целый день. И она нас спасла тем, что, во-первых, и обогрев, во-вторых, на ней можно приготовить, мы завтрак и обед, по-моему, готовили на ней. Да, мы блинчики на ней готовили, так что. Так что, плюс, она тепло отдает хорошо. Очень быстро греется, Сразу практически отдает, поэтому сначала она нагревает воздух сюда, а потом уже кирпичи равномерно распределяют тепло и отдают уже в течение вечера, там, ночи. И ночи. Так что, вот, давайте, да, вот я хотела сказать, затопили печь, и на нее дров много не надо. Вот я беру только вот одну охапку дров, какую я могу унести. Вот, ну, сейчас у нас вот дрова хранятся пока здесь, без, Тема, ты иди чуть-чуть, пожалуйста, рядом с печкой. Дровница. Да. И куртки у нас здесь висят, пока мы пристройку там делаем. Вот сделаем, они будут все там. Так вот, сушатся пока. Сушатся, да. Так вот, я беру одну охапку дров и несу, вот насколько я смогу унести, на один раз топки абсолютно достаточно ее хватает. И помещение у нас, так как здесь 30 квадратов, вот эта печка, буквально за 40 минут у нас здесь уже тепло. Если, допустим, было такое, что мы уехали в город и целый день не топили ее, ни утром, ни в обед, ни вечером, то у нас температура опускается где-нибудь до 15-16 градусов. Вот я ее, да, я ее затоплю, мы приедем, и где-то минут через 30-40 у нас уже около 20 градусов, так что греет она быстро, я остываю долго, что очень-очень хорошо. Так что я бы сказала, сейчас подожди, я бы сказала, что в этой печке больше плюсов, чем минусов. Минус только, вот как ты сказал, вот эта вот сушилка, она совершенно, ну, нам пока она не понадобилась. Да, да, сушилку можно было меньше, и вот все такое. А так, в принципе, в видео там было, то, что говорили, как мы ее делали, характеристики, да, ну, не характеристики, там вот дверцы вот эти все, а так, она греет хорошо, а так наш папа молодец, печка нам очень нравится. И как мы изначально и говорили, вот эта вот сушилка, вот эта вот большая, она очень хорошая. Мы, кстати, по осени, вот эти вот поддоны с духовки, мы же туда ягоду ставили и сушили ягоду. Ну, в общем, ладно, этот, около 600 кирпичей на нее ушло, кому интересно. Да. 500 мы покупали, они по 20 рублей стоили, это 10 тысяч. Я вот хотела сказать, так как Теба у нас печь сделал сам, то нам это сэкономило минимум 25 тысяч. Да, мы не сэкономили, конечно, время свое, но зато это личный опыт. Личный опыт. Личный опыт потом, соответственно, все это быстрее, если вдруг что-то понадобится такое сделать или в бане, или еще где-нибудь, или на улице той же самой, да, под навесом, то можно тоже... У нас мангальная зона еще впереди. Да, можно на вот этом опыте личном сделать гораздо быстрее и покрасивее, потому что сейчас, ну, мне кто-нибудь, блин, ну, что за фигня, типа. Ну, почему фигня? Мне кажется, что она очень даже неплохо смотрится. Главное начать, а потом дело пойдет. То есть, вот как сказал, 600 кирпичей, это вообще в сложности. 500 новых, 10 тысяч, и около сотни еще старых, потому что вот здесь вот сверху, то есть окремление новых кирпичей, а там внутри старые. 50 точно есть. Мы рассказывали, что у нас здесь печки были, мы их разбирали, и нормальные кирпичи Тёма использовал. Еще остались. Потому что еще и остались, да, кирпичи у нас их достаточно много. Так что вот такая вот печка на нас хорошо горит и радует. И еще я забыл сказать по поводу топочной камеры. Я же советовался у печников, у двух, и на форумах читал, и смотрел эти, как их называют, на ютубе-то вот эти вот раскладки, порядовки его, порядовки многих печей, различных колпаковых, канальных. И там футуровка печи, то есть она, ну, обкладка вот эта вот, внутренний контур, он всегда почему-то шел, ну, как всегда. Наверное, так и пошло изначально, этой шамотными кирпичами. И, а я у печников сначала советовался, а он делает из обычных, вот таких вот печей, вот этих кирпичей, обычных, красных. И тещи так же сделали, а у другого посоветовался, он говорит, надо футуровкой. Ну, я как бы не стал делать футуровку, сделал обычную кирпичу, кирпичную, вот такую вот красную. И внутри посмотрел, никаких трещин, все нормально, все вот, раствор не осыпается прям сильно, то есть равномерная нагрузка, равномерный нагрев. Да, кстати, я вот еще хочу сказать, что мы вот говорим, я говорю, что я беру одну хапку дров, и этого хватает. Я скажу, что у нас на улице минус 15 пока не было. А как будет печка себя вести при минус 25, там и 30, я думаю просто, что чуть-чуть дольше мы ее протопим, и все. То есть, если сейчас я раз в день ее топлю, допустим, утром или вечером, все зависит от того, насколько холодно. То, когда будет очень холодно, то просто два раза будем ее топить, и все. Ну, сейчас, наверное, не мой вопрос у подписчиков, или кто смотрит, просто не подписался еще. Не мой вопрос, как вообще она себя ведет в начале растопки. И много людей писали в комментариях, что давайте покажите вообще процесс первой растопки, как вообще это делается. А мы, мы же засняли, но мы, в смысле, разговорили об этом, сам процент, не засняли. Говорили, что первый раз лучше вот эту дверцу поддувальную открыть побольше. Не вот так, как рекомендуют. На два пальца. Открыть ее, наверное, вообще. Даже можно вот так наполовину открыть. Чтобы она растопилась нормально. Чтобы поддувка шла хорошая и не закидывать туда сразу полностью все. Потому что сами, вот как мы вначале говорили, сами понимаете, что сырой раствор еще и плюс высокая температура сразу, ну, может где-то пойти трещина, или еще что-то такое. Ничего сложного в этом нет. Это первая растопка. Было видео у нас в теории, как бы все это сделать правильно. и все. Ну, все. Вот такая вот у нас печка. Она нас радует. Пока радует. Пока все хорошо. Все будет хорошо. Ну, да. Не, ну, учитывая то, какая зима в этом году, то если даже холодно будет, то месяц. А потом будет все нормально. Так что все. Всем пока. Спасибо всем тем, кто за нас переживает. Если вы на нас подписаны, отлично. Спасибо большое. Если нет, то подпишитесь, ставьте лайки. Если хотите следить за нашими новыми видео, нажимайте на колокольчик. Там есть вроде какой-то колокольчик. Да, кстати, я опять вот вспомню, в соцсетях было такое, что мы целую неделю видео не выкладывали. В соцсетях люди стали спрашивать, что случилось, почему видео не выкладываете и когда вы лыжите. А чтобы вы первым получали уведомление о наших видео, нажимайте на колокольчик. У нас бывает перерыва просто. Ну, мы то в город ездили, то еще что. Ну, все. Все, ладно, не будем затягивать. Всем, да, пока. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Макароны и картошку. Да. А что там собака ловит? Макароны. 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 Макароны.